Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о самых популярных ампельных растениях. Вьющиеся или ампельные комнатные растения используют для вертикального озеленения. Они прекрасно дополняют интерьер, украшая стены и оживляя пустые уголки. Большинство из них достаточно неприхотливые. Стендапсус – нетребовательное растение, способное расти в самом темном углу комнаты и при любой температуре. Листья сердцевидные, блестящие, ярко-зеленые или пестролистные, с пятнами разнообразных форм. При недостатке освещения светлые пятна на листьях могут повлекнуть. Стендапсус очень быстро разрастается. За год способен вырасти больше, чем на метр. Может карабкаться по стене, свисать вниз из подвесного контейнера. Чтобы стендапсус хорошо вился к концу побега, рекомендуется регулярно обрезать. А для большей пышности можно подсаживать от росточки в один горшок. Тому же растение очень хорошо и быстро укореняется. Филодендрон лазящий. Некапризное и долговечное растение. Некоторые виды формой листьев похожи на стендапсус. Но в отличие от последнего, на молодых листьях филодендрона нет пятен и обратная их сторона имеет красноватый оттенок. Филодендрон прекрасно растет под лампами дневного света. Не требует особого ухода и всегда хорошо выглядит. Листовая пластина может быть в виде сердца или вытянутой формы. Кожистая, глянцевая и бархатистая. Зеленая или с оттенком красного. Большая и маленькая. И все эти вариации зависят от условий произрастания и возраста растения. Плющ обыкновенный. Хорошо разрастающееся комнатное растение с симпатичными цветками. Ухода особого не требует. И если есть опора, плющ прекрасно взбирается по вертикальным поверхностям при помощи присосок, которые расположены на обратной стороне стебля у основания листа. Плющ теневонослив, но в полной мере это относится к однотонным темно-зеленым растениям. Пестролистные формы, светолюбивые и при недостаточном освещении, могут терять оригинальную окраску листьев. Их следует защищать от яркого полуденного солнца. Плющ неплохо адаптируется к сухому воздуху, хотя лучше растет, если его периодически опрыскивать. Цисус или комнатный виноград или комнатная березка. Теневоносливое и довольно неприхотливое комнатное растение. Как и обычный виноград, цепляется за опоры с помощью усиков. При благоприятных условиях содержания быстро растет и радует обилием сочных, ярких, зеленых побегов с красивыми листьями. Лучше всего цветку будет на южной стороне, в некотором отдалении от окна. Влажность не имеет особого значения, но частым опрыскиванием комнатная березка будет рада. В весенне-летний период полив обильный. Петунья абельная, хорошо подходит для озеленения балконов. Отличается большим разнообразием окрасок цветов и обильным цветением с конца весны до осени. Длинные побеги петуньи способны создавать цветущие каскады, любит хорошее освещение и обильный полив. Выращивают, как однолетние растения, хотя полюбившийся сорт можно оставить на зимовку, а весной размножить из черенков. Хоя или восковой плющ. Одна из самых распространенных комнатных цветущих лиан. Цветки хои очень изящные, белые, розовые, желтоватые, душистые, собранные в зантиковидные соцветия и свешиваются в виде корзинки. Каждый отдельный цветок имеет форму пятиконечной звезды, а еще меньшая звездочка размещена в центре цветка и имеет другую расцветку. После появления первых цветочных почек и во время цветения растение не рекомендуется трогать или переставлять с места на место, иначе бутоны и распустившиеся цветки начнут опадать. Выращивать хою следует в светлых помещениях. Лучшее место – западные и восточные окна. В теплое время года полит обильный, зимой умеренный. Не следует допускать пересыхания земляного кома. Пеларгония ампельная. Пеларгония ампельная – одно из самых любимых комнатных растений. Цветет практически весь год при хорошем освещении. Крупные соцветия всевозможных окрасок позволяют создавать красивые композиции из одной только пеларгонии. Полив обильный весной и летом, зимой умеренный. Почва должна успевать немного подсохнуть к следующему поливу. В жаркие дни полезно опрыскивание растения. Летом пеларгония лучше всего растет на балконе. Колокольчик равнолистный. Компанула, жених и невеста или комнатный колокольчик. Достаточно неприхотливое комнатное растение высотой 20-30 см. С тонкими, стелющимися или свисающими вниз побегами. Многочисленные цветы колокольчики, ярко-белые у невесты и нежно-голубые у жениха, до 4 см в диаметре, обильно покрывают все растение с июня по октябрь. Для хорошего цветения колокольчикам необходим яркий свет, период активного роста и цветения, обильный полив. Цветы жених и невеста очень любят свежий воздух. Летом их можно вынести на балкон. Традесканция. Исключительно неприхотливое, быстрорастущее комнатное растение. Существует много разновидностей, отличающихся окрасом листьев. При заботливом уходе традесканция способна даже порадовать глаз маленькими симпатичными цветочками, похожими на нарциссы. Любит хорошо освещаемое помещение, но в жаркие дни ей необходимо притенение. В очень затемненном месте листья могут потерять пеструю окраску, да и для формирования пышных и сочных побегов лучше держать растение на свету. Традесканция нуждается в обильном поливе и периодическом опрыскивании водой комнатной температуры. Бегония ампельная. Абсолютно неприхотливое и благодарное растение. Непрерывно цветет с весны до поздней осени. Ее не спадающие побеги длиной 30-40 см с ярко-зеленой листвой усыпаны каскадами замечательных цветков. Для обильного цветения ампельной бегонии необходимо солнечное место, в идеале яркий рассеянный свет. В теплое время года и в период цветения необходим обильный полив, зимой умеренный, по мере подсыхания верхнего слоя земли. В настоящее время выведены новые гибриды с махровыми и полумахровыми соцветиями самой разнообразной окраски. Бегония ампельная хорошо подходит для украшения любых вертикальных конструкций, подвесных корзин и кашпо. Ну вот и все у нас на сегодня. С Вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Подписывайтесь на канал, если Вы еще не подписаны. И Вы всегда и все будете знать о комнатных растениях. А я всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok